Сладкий плен. Диетолог научила эффективно роботца с зависимостью от сахара. Тяга к сладкому – извечная проблема худеющих сладкоежек. Стоит ли оправдавать желание съесть сахарную запрещенку зависимостью и желанием поднять себе настроение? Диетолог Татьяна Дик на странице в Instagram рассказала, действительно ли сахар вызывает привыкание и как побороть тягу к сладкому. Сахар как наркотик, так ли это? Вызывает ли он зависимость? Многие слышали, что да, но на самом деле нет. Наркотики вызывают всплеск дофамина и эндорфина. Впоследствии, вырабатываться они могут только после их принятия. С сахаром не так. И сладкое не подавляет выработку этих гормонов. Поэтому зависимости от него нет. По большому счету это всего лишь привычка. Самое распространенное – это съесть десертик после основного приема пищи. Помните, как мама в детстве говорила? Съешь обед, а потом будешь сладкое есть, чтобы аппетит не перебить. Вот у большинства людей привычка из детства. Второй момент, когда человек пренебрегает более качественными углеводами – крупы-макароны. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Озвучено Яндекс.Спичкит. Картофель, хлеб, и отдает предпочтение десертам. В таком случае организм требует углеводы для его дееспособности, и вы ему их даете. Только вместо полноценного обеда, вы кормите его сладостями, которые высоки в калорийности и минимальны по объему. Третий момент – это вознаграждение себя за что-то. Получил премию, надо отметить тортиком. Сюда же и неумение совладать ситуациями из-за едания негативных эмоций. Вы должны понимать, что есть сладкое – это норма. Так же, как и не любить его вовсе – дело вкусовых предпочтений. Важна адекватность в количестве и приоритетность в пище. Что делать, если все же вы переедаете или чувствуете проблему в зависимости с едой? В идеале обратиться к диетологу, чтобы установить взаимосвязь с едой, найти ошибки в вашем рационе и устранить их. После коррекции меню люди сами по себе отказываются от сладкого из-за баланса в рационе. Просто не хочется. Но оно не есть чем-то запретным. И это важно понимать. Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая перечислила продукты, способные красть энергию и провоцировать переедание.